Если звук есть, а картинка есть, а то вроде есть, а вроде нету, даже вроде 7 человек вернулись. Блин, да, такая вот ситуация у нас в стране, что поделать, все окей, хорошо, сейчас да расскажу, а потом просто смонтирую и все, и получится цельный стрим, как будто бы никто никуда не пропадал. Так вот, смотрите какая история, у нас есть контент, да, который идет вот так вот, артикул, цена, бонусы, скидка, вот во втором варианте, артикул, цена, бонусы, скидка, потом идет дальше, количество, сумма, наличие. Вот оно идет, количество, сумма, наличие. Вот тут нет телепорта, у нас как контент был, вот это прыгнуло вниз налево, вот это вниз налево, вниз налево, то есть оно вот так вот в ряд и выстраивается, вот это вот вниз налево, вниз налево. Да, там контент меняет вообще свою ориентацию, то есть горизонтально на вертикально, но по большому счету телепортов нет. Вот этот вариант, который Артем Лученков, который зашел у всех, распугал так, что аж стрим вайпнул, он бы одобрил вот этот вариант. Он сказал, ого, да, все классно, но смотрите, какая тут история, у нас цена вот здесь, вот цена, тут количество, тут сумма, а в конце вообще наличие. Понимаете, вообще ни туда, ни сюда. Было бы клево, когда у нас слева дополнительная инфа, то есть второстепенная инфа, а справа все, что относится именно к формуле. Это по большому счету у нас формула. Было столько, мы насобирали вот столько, получилось вот столько. То есть вот это вот все про одну и ту же историю, а вот это про другую историю. Но тут есть телепорт. У нас, во-первых, наличие вот отсюда перепрыгнуло раз, два, три, то есть телепортировалось. А во-вторых, у нас цена откуда-то вот отсюда, со второго места вот отсюда цена вот отсюда. Раз, два, три, телепортило туда. Да, это верстальчики не любят. Сейчас уже можно такое делать, мне другой верстальчик рассказал, что по большому счету уже сейчас можно так делать. Но это все равно, это геймор, лишняя работа. Вот, они такое не любят. Но мне вот как дизайнеру нравится первый вариант. Он более аккуратный и более логичный. То есть не только как дизайнеру, но и как пользователю. Вот здесь цена, я вижу какая цена, сколько я положил. То есть я вижу, что меня не обманывают. Вот здесь вот было два, я положил три. Я положил три, я вижу, что шесть. То есть я вижу, что меня не обманывают. А когда здесь два, где-то здесь, три, где-то здесь, шесть, где-то здесь. Ну, во-первых, оно как-то раскидалось, оно неудобно. В-третьих, оно вот как дизайнеру мне не нравится. Потому что из-за того, что у нас вот этот блочок, он вот такой большой. Мы его поставили по верхней границе. Пришлось вот это смещать. Да, ниже надо опустить, чтобы по центру стало. В итоге у нас вот здесь вот какой-то отступ появился, здесь какой-то отступ, еще больший отступ. И здесь, вот у нас какие-то дырки появились. Все, теперь это как-то выглядит неаккуратно, неровно. А здесь все мне больше нравится, как оно получилось. Вот, я тут поставил один и два, чтобы вы проголосовали. Вот, чтобы вы выбрали. Ну, Артем пришел и всех разогнал. Напишите хоть кто-нибудь, сколько у вас там, шестнадцать человек? Вот, шестнадцать человек, если бы написали, один или два, было бы уже хотя бы понятней. Вот, один, лучше один. Вот Артем, Артем бы возненавидел весь чатик. Он предположил, что сейчас что-то будет. Он взял и вайпнул стрим. Вообще, это страна вот у нас. Происходят какие-то непонятные штуки. И когда уже все нормализуется. Вот, поэтому я считаю, что в данном случае телепорт оправдан. Вот, я там разговаривал сам с собой. Показал такой вариант и такой. Ну, а дальше, дальше как раз таки уже будет то, что Артем одобрил бы. Мы просто возьмем на триста двадцатом файлике. А, кстати, я вот про Софью. Софью, интересно, есть тут Софья? Софья, которая смотрела Пер. Я там что-то рассказывал. А, да, я рассказывал, что вот я сгруппировал Пер, левая. Смотрите, как я сгруппировал. Есть контент, контент, да? Два текстового. Два текстовых слоя. Я это обозвал left. Или можно обозвать один. Но мне понятнее вот left. Вот это вот, и вот это, и вот это. Я обозвал rigged, то есть right. Все вот это, лево и право, я сгруппировал в info. И весь вот этот блок вместе вот с этим заголовком я положил в автолойяут. TXT можно назвать. Или table. У меня только один автолойяут. Вот у Софьи в первой работе был просто миллион автолойяутов. И тут бы, наверное, был какой-нибудь автолойяут по горизонтали. И тут по горизонтали, и по вертикали. Я считаю, что автолойяут нужен там, где он нужен. Вот тут нам надо показать для верстальщика две строки. Три строки даже можно не показывать. Мы тут две строки показали, три строки будет то же самое. Вот видите, все подстроилось. Четыре строки не надо. Нам надо показать просто две строки минимум. Вот мы тут делаем автолойяут и показываем вот эту настройку. Нам надо показать, какая будет вот здесь настройка. Авто или 120 или 130, только не 130, а именно 130%. Вот для чего нужен автолойяут. перебздеть автолаяутом, я считаю, это плохой подход. Софья, если ты смотришь, вот ригах-то, ну да, ригах-то, то надо стараться меньше автолаяутов. Вот тут, например, нужно подвинуть вот эту полоску, да, вот где эта полоска, вот я ее взял и подвинул, у меня нигде не сломалось, а у тебя бы был автолаяут, который вот это расстояние, вот это расстояние, вот это расстояние, вот в три вот этих расстояния отвечал бы один общий автолаяут. Я бы не смог вот эту полоску просто подвинуть или сюда, или наоборот опустить. У меня бы пришлось все вот эти расстояния двигать, понимаете, автолаяут нужен там, где он нужен. Вот, такой вот автоп для Софьи, если она вдруг смотрит. Так вот, а тут что? Тут уже практически все готово, как раз таки вот этот вариант Артем бы одобрил. Это у нас компоненты, поэтому запускаем компонент клонер, копируем обратно, вставляем раз, два, три, четыре, пять, вставили, свернули, удалили то, что ниже, мастер наверх запускаем, зафутболили, удаляем вот этот клон мастера, скрываем все. И вот тут вот как раз таки тот вариант, который любят все верстальщики. То, что справа прыгает вниз налево, то есть у нас в данном случае Right прыгает под Left. А, оно в автолаяуте, вот сейчас мы пока можем автолаяут отключить, чтобы не мешал. То, что справа прыгает вниз налево, вот и все. Тут можно взять вот сюда, вставить, но тогда слетит вот этот наш, наша настройка. А можно просто взять и вот это вот перетащить вот сюда. Посмотреть, какой у нас тут подступ между вот этими штуками. Поставить его такой же. И вот это все подвинуть по второй колонке. И вот это все подвинуть сюда же. Тут нужно понять, вот тут как-то некрасивенько получилось, да, количество. Может быть надо здесь сделать поменьше, где-нибудь 16, например. Здесь тогда мы тоже делаем 16. А вот это двигаем вот сюда. Вот, наверное, так даже по компактнее. И все, вот опять автолаяута у нас нету, да, вот там вот общего автолаяута. Поэтому я могу подвинуть полоску настолько, насколько я хочу. Раз-два. Наверное, раз-два. Все, то, что было справа, прыгнуло вниз налево. То есть вот тут уже после того, как появились телепорты, в данном случае больше никаких телепортов нет. Все, нам нужно выделить мастер, подогнать его размеры вот так вот по полоске. Нужно выделить первый набор. Видите, они повылетали, повылетали. Сейчас нужно все вот сюда поставить. Left нам уже не нужен. Нам нужно просто info. И info нам нужно вместе с count. В count я обычно обзываю счетчик. Если где-то что-то считается, я обзываю такие штуки каунтом. Все, у нас вот есть группа. Нет, что-то не то. Текст. Так, разломаем. У нас есть инфо, группа. Вот эта вот группа с инфо. У нас есть заголовок. Все, выделяем заголовок. Сразу его поставим вот так. А, даже не так. Даже я, кстати, тут накосячил, да? А нет, все, крестик на месте. Я уже подумал, что крестик улетел. Вот этот крестик. Блин, ребят, царян, такая подстала с интернетом. Ну, я не виноват. Теперь даже вот планировать как-то стрёмно эти стримы. Потому что было все хорошо. Пришел Артем Ивученков и всех разогнал. Вот, выделяем заголовок, выделяем контент в стопроцентном формате, размере. Нормально? Нажимаем Shift-A. Вот один автолойяут. Ставим его по левому краю. Вот этот ставим по ширине. И настраиваем вот так, да? До сюда. Все. Вот мастер настроен. Включаем все остальное. Нажимаем Tidy Up. Ставим 0 отступ. Так, тут слетело, да? Я там ставил сколько? 130, по-моему, процентов. Вот. Нужно будет только вот у этого второго длинного отодвинуть все вниз. Даже Ctrl не зажимая. Я везде проставил. А, не везде, видите? Кроме крестика. Крестик сверху и можно справа. Все, теперь даже Ctrl не зажимая. Я отодвигаю вниз. И я знаю, что у меня везде нигде ничего не послетало. Tidy Up. Вот, все. Мы сделали из вот такой вот сложной горизонтальной таблицы. То же самое, но только развернули. По большому счету вот так. Артикул такой, это такое. Вот мы и смотрим вот так вот. С этой таблицей мы поступили по большому счету вот так. То есть мы повернули таблицу и повернули контент внутри этой таблицы. Горизонтально сделали. Вот так вот все, ребята, сорян. Сорян, я не специально. Слушайте, сейчас пойду монтировать. Ну не сейчас, может, или сейчас, или завтра. Придется качать один. И то есть еще вопрос, если можно скачать стрим себе на компьютер. Прикольно будет, если нельзя. Может, есть какие-то вопросы быстренько? Так, а где чатик? Теперь как чатик достать? Вот. Если есть какие-то вопросы, давайте быстро отвечу. И все на этом. По идее, все, что я вам хотел рассказать. Поставьте плюс, если понятно все было. Можете лайк поставить, если вдруг полезно. А то там один человек обиделся уже на меня. И минус. Ой, этот. И дизлайк поставил меня за то, что стрим вайпнулся. Так. Кстати, это же можно посмотреть еще, знаете, как вот тут. А, нет. Это не тут смотрится. Чат. Артем, сидит тут или нет? Распугал всех, а сам, наверное, ушел. Проблем с фигмой никогда не было. Они терялись удалять файлы. Не было. С фигмой бывают проблемы, когда она... Ну, это тогда у всех. Всеобщий такой лаг, когда грузится что-нибудь долго, но это всеобщее. Вот. А чтоб прям пропал файл, такого не было. Я просто никогда, никогда, вот и уже, наверное, наверное, уже год никогда никому не даю доступ, полный доступ. Никогда, ни при каких условиях вообще, никогда, никогда, даже если файлик лежит в драфтах, никогда. Нужен полный доступ, делай копию, пожалуйста, мой файл останется у меня, ты делай со своей копией, что угодно. У меня ничего не сломается, никуда не удалится, не похерится, не спрячется, не удалится. У меня остается моя копия, а ты со своей делай, что хочешь. Вот я всем заказчикам, да верстальчикам даю копию. Дис поставил тот, кого забанил. Тот, кого забанил. А кто там ругался что-то? Лай, из-за тебя мне дис влепили. Не, ну дизы в любом случае рано или поздно появятся. У тебя аудитория растет, поэтому без дизов, конечно же, никак. Все, ребята, сорян за такую подставу, я не виноват, честное слово. Поэтому планировать стримы пока не знаю, планировать, не планировать. Такие дела. Ладно, спасибо, что смотрели. Спасибо за ваши лайки, подписки. Спасибо. Все, пока. Пойду монтировать, собирать все это дело. Спасибо, что пришли. Спасибо.